Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Карадима Татьяна, я художник, живу в Греции, также являюсь критиком и членом жюри международного конкурса Golden Time. Хочу поблагодарить организаторов этого замечательного проекта с этой уникальной возможностью, которую они предоставляют вам участвовать, проявлять себя, побеждать и также поздравить всех участников в участии в этом конкурсе и поблагодарить за эту возможность, которая мне была предоставлена в очередной раз, окунуться в мир прекрасного. И отмечу сразу же и немножечко внесу коррективы, что изначально первое видео, с которым я ознакомилась, была девочке Иваны Смашнюк, 11 лет, киевлянка, которая вынуждена была выехать из страны в Австрию в связи с этой ситуацией войны. И девочка объясняет своё влечение заниматься творчеством, творить, создавать, рисовать. То есть она сказала, что, чтобы выживать эмоционально, я стала заниматься искусством. Это слова 11-летнего ребёнка. Естественно, меня это тронуло до глубины души, и я хочу пожелать всем мира, мира во всём мире, чтобы эта ситуация побыстрее образовалась. И поэтому работы на тематику, связанные с этими ужасными событиями, которые происходят, мною были оценены в 10 баллов максимально. Благодарю за возможность знакомиться с Вашим творчеством, даже несмотря на эти страшные события. Любое творчество можно считать искусством. Это процесс создания. И не только это необходимость для выживания, как сказал ребёнок, но и просто ради удовольствия. Когда мы творим, мы создаём. Мы часто задаём вопрос, зачем это нам надо? Зачем это надо другим? Почему так много людей уже который год участвуют в огромных проектах, во многих онлайн-марафонах, несмотря на финансовые кризисы, несмотря на войны, несмотря на погодные катаклизмы? Я не могу сказать за всех, не могу ответить за всех, но я думаю, что творческий человек творит всю жизнь, так как это его естественный способ выражения и возможность показать то, что невозможно описать словами. Искусство — это прекрасный мир, это источник энергии, это терапия. Сейчас я вас ознакомлю с моей оценкой и начну, естественно, с 9-10 баллов максимальная оценка, которую я поставила. Смашнюк Ивановна, пейзаж, две работы, мной оценены в 10 баллов. Анастасия Бойко, работа опять же на эту военную тематику, ситуация, которая происходит сейчас во всём мире, в стране, в Украине, 10 баллов. Кимьяна Андреевна, 9 баллов. София Моисеева, графика, мастерство чувствуется, 10 баллов. Андриус и Тарависиус, два пейзажа, зимний и осенний, мной оценены в 9 баллов. Феофила Сеинтис, 6 работ, 10 баллов. Все 10 баллов. Хочу отметить имя этого мастера. Действительно, его творчество покоряет, поражает, и просто это магия. Интересные работы. Все работы мной оценены по высшему баллу. Далее, Александра Фоллс, пейзаж, 10 баллов, две работы. Лузина Данилян, графика, архитектура. Две работы мной оценены в 10 баллов. Некоторые работы этого участника мной оценены чуть ниже. Здесь немножечко проблема. Почему? Потому что мы художники, мы творческие люди, стремимся найти себя в искусстве. И, наверное, человек в поиске. Поэтому графика, конечно, шикарное исполнение, мастерство, изумительные работы. Мишель Волчева. Интересная, очень интересная техника. Индивидуальность проявляется. 9 баллов. Ольга Дитлер. Необыкновенный пейзаж. 9 баллов. Ирина Дедушка. Морской пейзаж. 9 баллов. Кухнарчук Наталья. Это ещё одно имя, которое я отмечу в отдельности. Покорило меня просто творчество этого участника, этой творческой личности. Три работы, 10 баллов. Пейзажи. Немножко затрудняюсь читать правильно имена. Извините, если услышится неправильно. Анна Счинедмир. Пейзаж. Три работы. 10 баллов. И один из прекраснейших букетов. Замечательные работы. Нарук Ксения. Натюрморт. Две работы. Натюрморт 9 баллов. И портрет 9 баллов. Юлия Лисле. Ещё одно имя. Это третье имя, которое я оцениваю максимально. И, естественно, работа эта просто покоряет, завораживает. 10 баллов. Две работы. Интересная техника. Цветовая композиция. Чувствуется индивидуальность. Роман Николайчук. Икона. 10 баллов. Иконопись. Вороздат Минасьян. 10 баллов. Пейзажи. Александра Попова. 10 баллов. Военная тематика. И в этой работе чувствуется боль. Ольга Матвеюк. 9 баллов. Кристальная работа. Чистая. Изумительная техника. Ирина Неверовская. Пейзаж. 9 баллов. Лариса Максименко. 10 баллов. Работа. Эстер Мод. Пейзаж. 9 баллов. Елена Воронкова. Ещё одна. Одно имя. Которое я оцениваю. И естественно. Выделяю это имя из всех участников, с работами которых я познакомилась. Елена Воронкова. Две работы. 10 баллов. Янхен Фаненко и Финенко. 9 баллов. Две работы. Ангелика Дубровский. 9 баллов. Анна Мединцева. 10 баллов. 10 баллов. Натюр Морд. Елена Щенина. 9 баллов. И Вячеслав Максименко. Три работы. Одна из работ. 9 баллов. Две работы. Иконы. 10 баллов. 10 баллов. Дорогие друзья. Ещё раз. Желаю всем творческих успехов. Творите. Мир нуждается в этой энергии. И поверьте, в вашей энергии, в вашем творчестве чувствуется позитив, чувствуется боль, чувствуется радость. Эти эмоции необходимы миру. Участвуйте, творите и проявляйте себя. До скорой встречи. До свидания. Привет из солнечной Греции. Пока.